В школе на уроках истории нам рассказывали о Великой Отечественной войне. Мы слушали, заучивали все события, которые там происходили, даты, имена героев и их подвиги. В то время, когда вокруг уже давно царил мир, все это воспринималось не более как информация, доносившая до нас исторические события нашей страны. Мы чествовали наших участников Великой Отечественной войны, участвовали в парадах, посвященных Дню Победы, пели песни, читали стихи. Когда я стала взрослей, я стала интересоваться о моих предках. Я попросила бабушку рассказать о прадедах, которых я не знала. Из рассказа я узнала, что оба мои прадеда и почти все их братья погибли на фронтах Великой Отечественной войны, некоторых из которых пропали без вести. К сожалению, послевоенные репрессии и депортации моих предков из Москвы и Тамбовской области поспособствовали утере многих семейных архивов, включая фотографии. Шло время. В нашей жизни и в жизни нашей страны происходили крутые перемены. Менялся строй, рушились союзы. Республики, участвовавшие в совместной победе над фашизмом, разошлись и разделились на отдельные самостоятельные государства. Моральные и духовные ценности перестали быть основой общественного сознания. На передний план вышли стремления к безмерному материальному обогащению и превосходству над другими в социальной иерархии. На фоне всего этого стали забываться достижения народов земли, борьбе с фашизмом и его проявлениями. Такое отношение к собственной истории стало влиять на сознание подрастающего поколения, которое в гонке за прогрессирующими ценностями и идеалами перестало относиться к истории собственной страны как к достижению, давшему им возможность жить и быть теми, кем они являются. Однажды я посмотрела в телевизоре художественный фильм. Назывался он «За нами Москва». Там описывались действия, происходившие в Волоколамском районе, который явился последним рубежом, защищавшим Москву от гитлеровских захватчиков. Я приехала на станцию Дубосекова и увидела там памятники в виде огромных, изготовленных из бетона, силуэтов солдат. Величавый вид этих монументов сбудоражил все мои чувства. Стоя на земле, где в том далеком 41-м году происходила линия обороны Москвы и от той, которая зависела быть в Москве или нет, я четко представила себе, как здесь, в неравном, смертельном бою погибали молодые, еще не окрепшие телом и духом солдат. Именно здесь проявился их истинный дух и стойкость. Именно здесь они поняли, что пропустить врага значит падение Москвы, потеря которой явилась бы поражением во всей войне. Я стояла и думала, что без вести пропавший в этой войне брат моего прадеда мог также оказаться среди этих ребят, что может он сейчас лежит с ними в братской могиле, рядом с которой я стою. Тогда я загадала, что когда я выйду замуж и у меня родится сын, то мы с мужем обязательно привезем его сюда, покажем, расскажем ему о том, что здесь происходило. Я буду рассказывать ему до тех пор, пока он не осознает, что всем тем, что мы имеем в нашей жизни и самой жизнью, мы обязаны им, павшим и живым солдатам войны, и что забывать про это, а тем более не помнить и не чтить их подвиг, и самое отвратительное и безобразное в человеческом сознании. Читая списки погибших и без вести пропавших, понимаешь, что ничто не сможет заставить забыть подвиги погибших и стереть их имена из нашей памяти. Наша задача – донести до сознания наших детей необходимое сохранение человеческих качеств, которые жаждутся на любви и уважении ближнего, на почитании старших, памяти предков и их заслуг, давших нам возможность жить и быть членами полноценного общества. Окликаю всех вас, кого я оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых, не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. С кровавых, не в земле, С кровавых, не в земле, С кровавых, не в земле, не в земле. А вероятность, С кровавых, не в земле, Продолжение следует... Продолжение следует...